В Улан-Удэ покупают алкоголь по ночам, не выходя из дома, утверждает газета «Пятница». Оказалось, есть группы в соцсетях, где анонимно можно заказать спиртное. Продавцы нелегально привозят напитки из баров, и весёлое времяпрепровождение обеспечено. Выходит, что и овцы целы, и волки сыты. Никто, кроме ограниченного круга лиц, не знает о том, что именно так продаётся алкоголь в ночное время. Возможно, зимой россиян ждёт сюрприз. Продажу алкоголя вообще могут запретить. Почему? Узнаете в свежем выпуске. О жизни детей бурятских политиков и бизнесменов рассказывает номер один. Золотую молодёжь начинают выводить в свет ещё в школьном возрасте. Родители знакомят их друг с другом, а чуть позже начинаются тусовки. Я помню, как впервые узнала, что происходило на квартире у моих приятелей в школе. Это, наверное, иначе как оргии не назовёшь, предполагает источник номер один в вип-тусовке. Где учится и отдыхает маленькая элита, и почему такие дети становятся циничными, размышляет газета. Ко дню сотрудников органов внутренних дел молодёжь Бурятии публикует воспоминания Германа Языкова. Заслуженный работник МВД Советского Союза пишет о погибших при исполнении коллегах и подвиге оперативника Старцева, работавшего с ним в 60-х годах прошлого века. Сейчас моральные ценности в обществе поменялись. Это отразилось и на полиции, считает полковник в отставке. Думаю, что нынешние прагматики на такие подвиги не способны. Впрочем, кто знает. С ностальгией по советской милиции и с долей скептицизма по отношению к полицейским нынешним материал на службе Отечеству. О первой пресс-конференции нового министра спорта и молодёжной политики Бурятии в газете «Улан-Удэ» Баиру Ангурову придётся непросто принимать решение о финансировании того или иного вида спорта. Здесь требуется соблюдать баланс, пишет автор. Вот что пообещал министр на днях. Мы обязательно соберём общественный совет, покажем все цифры, доведём информацию до руководителей федерации. Никто не окажется в плачевном состоянии. Должность министра спорта расстрельная, считает журналист. Но после встречи с Ангуровым забрежил свет в конце тоннеля. Делает вывод газета. О бурятском Амархаяме читайте в информполисе. Владимир Борисович Амоков давно не был на малой родине и сейчас живёт в Чехове. О скульпторе, художнике и писателе снято уже шесть документальных фильмов. А вот профессиональное образование у него только одно – медицинское. Если голова на плечах есть, нужно мыслить и не бояться идти. Поверьте, невозможное может стать возможным, если постараться. Как получилось так, что уникальный человек оказался за тысячи километров от республики и помнит ли он ещё бурятский язык? Узнайте из статьи. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Евгения Панарина, Руслан Батуев, Алексей Щербаков. Новости дня.